Всем привет ребят! У Федора уроки классные, а еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте. Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами настраивать каталог DJ Katalog 2. Давайте начнем с того, что узнаем и заполним хотя бы пару производителей. То есть информация о производителях часто используется на каталогах, в сайтах-каталогах и в интернет-магазинах. Вы должны это знать, как это делается, поэтому начнем с этого. Переходим в DJ Katalog. Здесь находим плитку производителей. Тут видите, как идут верхние кнопки, разные элементы. А вот нижний ряд, это, то есть напрямую сразу создается, то есть в открытом виде показываются все поля той или иной опции, куда мы можем ввести все данные. Ну то есть, например, нажму производители. Здесь будет список производителей. Прежде чем создать первый производитель, нужно нажать создать. То есть два действия нужно сделать. Если мы перейдем опять в панель управления и нажмем вот на эту кнопку, новый производитель, то мы сразу открываем, то есть вместо двух нажатий я делаю одно нажатие. Ну, чтобы вы знали. Здесь ничего сложного нет. То есть название пишем, в моем случае это Canon, название фирмы. Состояние опубликовано. Описание. Я прописываю, значит, описание этой фирмы. Дальше в вкладке параметры публикации можно также прописать мета-тайтл, мета-описание, тоже прописываем. Мета-ключевые слова, остальные поля не трогаем. В вкладке изображения можно загрузить логотип данного бренда. Нажимаем добавить. Я подготовил два изображения. Canon. Нажимаем сохранить и создать. Ну, чтобы сразу создать следующий бренд. Прописываем название, то же самое, все описание. Title, description прописываем. Ну, я прописываю, description не буду, да, тестовый сайт, но вы у себя на рабочем сайте обязательно прописываете. Изображение также загружаю логотип Sony. Сохранить и закрыть. Если мы закончили здесь. Для ознакомления два бренда тут, в принципе, понятно, да. Вы заполняете здесь уже, конечно, столько, сколько вам нужно. И следующий момент. Значит, на первом этапе старайтесь бренды создать до товаров. Или, по крайней мере, до того, как вы внесете большое количество товаров. Потому что, если мы перейдем в товары, то нам придется зайти в каждый товар и назначить тот или иной бренд. То есть, нам, например, придется заходить в каждый товар. Я вам напоминаю просто. И производитель. Вот наш только что созданный два производителя. Выбирать. То есть, у нас был вот так, да. Мы выбираем производитель Canon. То есть, мы привязываем информацию о производителе к данному товару. Чтобы это можно было потом просмотреть с сайта. Нажимаем сохранить, закрыть. И так каждому товару. Но на самом деле есть волшебная палочка, волшебный инструмент. Вы можете спокойно сначала создать все товары, а потом очень быстро сделать пакетную обработку. Как это делается? У нас разные товары, да. Вот вы видите Canon, Nikon, Sony и так далее. Например, вот вы видите, производитель уже проставлен у меня Canon. То есть, как я сделал? Я выбрал отображать. Вот фильтр. Выбрал Canon. То есть, теперь показываются все товары, которые входят в категорию Canon. Ставлю вот сюда на чекбокс, чтобы все товары, относящиеся к категории Canon, выделились. Потом нажимаю вот здесь вот пакетная обработка. Здесь я выбираю из списка Canon. Дальше я выбираю добавить. И вот здесь вот задать производителя. Я выбираю Canon. И нажимаю выполнить. И автоматически нам система говорит, пакетная операция завершена успешно. Автоматически ко всем товарам, видите, так быстро, хоть даже будет сотня товаров, мы назначим одного производителя всем товаром. То есть, это удобно. И это видно здесь. Производитель Canon. Дальше у нас остается здесь вот этот вот товар. Но так как здесь он один, поэтому я зайду внутрь. А, но у меня производитель... Я же создал только два, к этой фирме производителя я не добавлял. Я добавил к Sony. В эту категорию у меня входит только один аппарат. Поэтому я вручную добавлю производителя Sony здесь. Сохранить, закрыть. Вот так вот это работает. Что бы я сделал следующее? Какой шаг по настройке нашего каталога магазина? Я бы, наверное, уже вот эти вот небольшие товары уже вывел бы на сайт. И чтобы у меня было представление, что мне настраивать дальше, мы должны видеть. Поэтому я предлагаю сейчас заняться фронтальной частью сайта, заняться меню. Вывести меню, вывести товары и как это вообще будет выглядеть. Давайте сначала посмотрим на демо. У нас, если мы делаем как на демо, у нас имеется такое меню. И товары, если большая линейка товаров, ее лучше разбивать вот так в колонки. То есть не вот так вот, чтобы тянулся длинная колонка вниз, если она будет очень длинная. Я предлагаю сделать сейчас меню главное. И предлагаю сделать, например, вот эта вкладка основная будет фото-видео и разбить на колонки. В этой колонке будет написано, например, фотоаппараты. Здесь, например, видеокамеры или еще какие-то. Третье, еще какие-то, да? Ну тут можно еще колонку сделать, если надо. И причем это может быть разные пункты меню, имеющие по несколько колонок. Но момент. Вот это меню, оно не входит в состав шаблона или в состав компонента. Здесь потребуется еще один модуль мега-меню. Если мы посмотрим на страницу производителя, об этом я немножко говорил в первом уроке. И я вам еще говорил, что у меня об этом модуле есть серия уроков. Нам придется к нему прибегнуть, потому что в демо меню реализовано именно этим модулем. И как раз таки этот модуль дает гибкие возможности по созданию вот такого меню в несколько колонок. Причем в эти колонки можно вставлять, насколько я помню, и иконки, и картинки, и даже видео. Соответственно, данный модуль тоже у нас платный. Он у меня уже есть. Я перехожу в расширение и сейчас его установлю. Модуль меню. На момент записи урока у меня последняя версия модуля мега-меню. Мега-меню 3.7.0. И также имеется русский язык к данному модулю. Это очень радует. Устанавливаем модуль как обычно. Установка пакета успешно завершена. И я сразу устанавливаю русификацию. Русификация успешно завершена. То есть, если мы сейчас с вами посмотрим на наш сайт, да, у нас меню здесь даже не выводится. Сразу что мы делаем? Мы переходим в модули. Видим. Самый верхний у меня DJ Mega Menu Mobile. Это не то. Нам нужно вот, чтобы он выглядел вот так вот. DJ Mega Menu. Заходим внутрь. Первое, что мы делаем? Мы его включаем. Заголовок мы скрываем. Здесь мы выбираем позицию модуля. То есть, находим сначала вот заголовок нашего шаблона. Так как у нас сейчас три шаблона стоит на Joomla. То есть, два по умолчанию. И третий мы установили. Поэтому у каждого модуля есть свои модульные позиции. Они называются каждая по-своему, да. То есть, так сказать, распределение разного элемента на шаблоне как раз-таки они распределяются по модулям. Модуль каждый имеет, то есть, модульная позиция имеет, так сказать, жесткую фиксацию на шаблоне и имеет свое название. Я просто уже знаю, какое название нужно, чтобы меню оказалось именно наверху, там, где ему место. Поэтому вам уже проще. Вы уже просто повторяйте за мной. И вам не придется тратить время и искать, где же это меню должно располагаться правильно. Например, вот оно так и называется, топ-меню, топ-меню-нев. Вот, выбираем, значит, эту позицию. Пока настройки мы не трогаем, переходим, очень важно, привязка. Привязку мы выбираем на всех страницах и нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляемся. И мы видим меню. Изначально оно выглядит не так, как нам нужно, и сейчас мы его с вами настроим. То есть, смотрите, вот разница, да? Видно, что дизайн меню совсем другой, нежели здесь. Пока по дизайну, именно по цветовой палитре, я ничего не говорю. Мы настроим обязательно цветовую палитру. Я покажу, как это делается, чтобы вы выбрали свой цвет, какой хотите, да, уже в конце этого курса. То есть, в конце, когда все будет готово. Пока по настройкам. Значит, здесь в меню мы сразу переходим здесь, то есть, мы пока ничего не трогаем. Переходим вот на третью вкладку, вот сюда вот. Тема мы выбираем «Переопределить из шаблона» обязательно. Прокручиваем чуть ниже. В закрепленном меню вы можете наводить мышку, читать описание, да, чтобы это меню было закреплено вверху. То есть, при прокрутке вниз. Я выбираю «Дам». Появляются новые опции. При желании можно прямо в меню встроить свой логотип, но нам пока это не нужно. На этом уровне сохранимся. Посмотрим, изменения должны быть. Вот, у нас уже меню близко похоже. Оно не синий пока. Вот как здесь видите, Home выглядит. С нижним подчеркиванием меню при наведении. Вот внизу такая темная синяя полоса. Соответственно, у нас тоже. Но цвет пока у нас не выбран. Это будем делать в конце. Самое главное сейчас именно само меню, чтобы выглядело так же. Именно технически, да. Ну, в смысле дизайна уже похоже, но это надо делать в самом начале, чтобы мы уже знали, что меню готово. Останется потом только цветом у нас, значит. Ну и то, что наполнить меню пунктами, это уже в самой джумле мы будем сейчас делать. Я предлагаю сразу закинуть логотип, чтобы мы визуально видели уже, что что-то у нас тут получается. Логотипа нет. Естественно, если у вас логотипа нет, можете какую-то картинку пока временно закинуть. Если есть логотип, можете пробовать. Но тут тоже нужно с размерами, скорее всего, будет поиграться. Логотип не должен быть большой. Это мы с вами идем, значит, в шаблон. У меня логотип уже подготовлен. Переходим в GM Appartments, наш шаблон. Переходим на вкладку «Основные настройки», «Логотип», «Выбрать», и я с компьютера загружаю логотип. Вы загружаете свой. Загрузили логотип, выбираем его, «Вставить». Я сейчас абсолютно произвольно ставлю, я даже не знаю, угадал ли я с размерами. Поэтому посмотрим сразу. Скорее всего, он большой. Но, видите, он огромный, то есть, соответственно, размер у этого логотипа можем просмотреть. Правой кнопкой мыши по нему кликаем. Просмотреть код элемента. Ну, то есть, если вы хотите такой же размер иметь, то можно посмотреть. Вот здесь вот видно логотип. 160 на 43 и Natural 251. То есть, возможно, здесь в настройках можно выставить размер. Поэтому я загрузил логотип свой поменьше. Посмотрим. А то, что слишком здоровый. И смотрится не очень. Вот это уже интереснее. Итак, давайте вернемся к меню. Нам вообще нужно вывести товары на сайт, на главную страницу, да, чтобы посмотреть вообще, определиться с колонками. То есть, во сколько колонок мы хотим выводить товары, какие товары и так далее. Отсюда выходим из меню. Переходим с вами в меню. Наше MyMenu. Главную страницу всегда оставляем, чтобы человеку было удобно вернуться на главную. Поэтому главное переименовываем как главное. Тип пункта меню. Вот здесь вот как раз-таки нам нужно будет подумать. Нажимаем выбрать. Когда мы с вами устанавливали каталог, здесь появляется в тип пункта меню соответствующий пункт меню от этого компонента. Кликаем в DJ Katalog и целый список здесь мы имеем. Я выбираю списка. То есть, смотрите, я хочу, чтобы на главный отображался весь список добавленных товаров. То есть, у нас будут пункты меню разбиты по категориям, где можно будет просмотреть товары определенной марки или фирмы, а на главный пускай товары все как бы в кучу. В этом случае здесь есть список товаров, таблица или блок, плитка. Выбираем. Страница обновляется. И вот здесь вот меняются параметры. Категорию. Можем выбрать какую-то одну. Но так как хочу, чтобы все товары отображались, поэтому здесь я ничего не трогаю, оставляю корневая категория. Производитель. Также ничего не выбираю. Нажимаю сохранить. Переходим на сайт, обновляем страницу. И что мы видим? У нас выводятся добавленные категории. То есть, их можем отключить потом, если нам не нужны они. То есть, здесь плитками прям красиво можно отобразить. Просто нужно будет под эти категории сделать одного размера фотографии. Например, логотип бренда Canon, Sony и так далее. И они вниз вот так плитками будут идти. Что они дают? То есть, если мы кликаем по заголовку этой плитки, Canon, например, то мы переходим в список цифровых товаров Canon, только Canon. Ниже мы видим фильтр, который гибко настраивается. То есть, если мы из фильтра, тут наши добавленные товары, то есть, категории именно. Выбираем Sony, страница автоматически обновляется и показываются все товары Sony. То есть, сейчас я буду рассказывать, как вообще это работает. Соответственно, можно отсортировать по производителю Sony. Искать. Можно нажать сбросить. То есть, сбрасывается фильтр поиска или кнопка искать. То есть, можно искать по какому-то ключевому слову. Например, Canon нажать искать. Ничего не нашел, потому что фильтр задан у нас Sony Sony. Вот если сбросим наш фильтр и введем слово Canon, нажмем искать, то вы видите, поиск находит 4 товара Canon. Действительно, я добавил только 4 товара. То есть, поиск работает. Также этот фильтр можно здесь добавлять поля, насколько я помню. Мы это будем с вами рассматривать детально. Здесь есть еще по умолчанию вот такой вот алфавит. То есть, по алфавиту, по кнопке, например, начинается... Ну, вот, допустим, посмотрим, сработает ли. То есть, нажимаем на K. Да, но в данном случае Canon, да, я хотел найти. Не знаю пока, как это работает. Я всегда эти отключаю фишки. И когда клиентам делал, они тоже просили это отключить. Не знаю, кому-то может быть нужно. Это мы отключим. Не совсем мне это нравится тоже. Перейду на главное. Здесь есть вот еще сортировка, да. Название, категория, производитель, цена. То есть, если кликнем по цене, интересный момент, то показываются... Смотрите, из разных категорий Sony и Canon самые дорогие первыми. То есть, наверху. Смотрите, цена 75, цена 46. Правда, это не долларов, это рублей, но мы это еще исправим с вами. 43, 41, 36, 27. То есть, видно, что по цене отсортировался. И вот здесь появляются такие стрелочки, да. Кликаем еще раз на цену. И показываются вверху самые дешевые товары. Вы это видите. То есть, убывает по цене вниз. То есть, это бывает очень удобно. Причем, мы можем выбрать, например... Нам нужно искать только по Canon. Выбираем Canon. И выбираю цену. Соответственно, Canon, Canon. Canon, Canon. Еще раз кликаю по цене. Только 4 товара Canon, потому что в фильтре задано. То есть, по цене, видите, как удобно пользоваться фильтрами. Все это круто смотрится. Здесь много еще работы, много настроек. Например, фотографии не заданы. Размеры, вы видите, очень маленькие. Это все будем править. Просто сейчас объясняю. Ниже действуем. Значит, здесь у нас идет заголовок. Все, что мы добавляли. Описание, артикул, цены и так далее. Есть вот такие кнопки. То есть, купить и плюс-минус. Сразу несколько штук купить. Кнопка купить подробнее. Давайте пока перейдем в подробнее. Пока у нас дизайн не настроен. Поэтому у нас некоторые элементы вылазят за край. Будем смотреть. Дальше производитель показать. Можно перейти. Мы не перешли на производителя, потому что надо создать еще пункт меню для производителя. Если мы перейдем на главную, то производитель просматривается здесь хорошо. То есть, смотрите, где у нас производитель. У Canon был производитель. Вот производитель. Видите, ссылка является. Если кликаем во всплывающем окне, показывается текст-логотип, как мы с вами делали. Только что. Показать товар. Есть кнопка. В новой вкладке открываются товары Canon. Соответственно, размер логотипа сами угадываете. Потому что, например, специально у Sony я сделал логотип меньше. И смотрит уже поинтереснее, да, во всплывающем окне. Движемся дальше. Опять в подробнее перейду. Что здесь есть еще? Задать вопрос этому продавцу. Прикольная тема. Запрос отправляется на почту администратору магазина, да. Закрыть форму. Соответственно, пока здесь больше ничего нет. Галерейка, то есть сразу она у нас идет встроена, да, в компанию DJ Katalog. Причем довольно-таки интересно выглядит. Купить. Пока у нас не настроено. Товар добавим в корзину. То есть сразу видно, что товар добавим в корзину. Показать корзину. Видим корзину. Конечно, у нас это ничего еще не настроено. Мы с вами это еще будем все смотреть. Ради интереса, чтобы лучше понимать. Давайте пройдем сейчас. Да, пока мы от пункта главного меню не ушли далеко. Сразу вам покажу. Вот это вот все не любят. Здесь это не надо, чтобы отображалась заголовок. В пункте меню главное. Переходим. Сейчас посмотрим. Вот сюда вот. Параметры страницы. Показать заголовок страницы. Он у нас здесь легко отключается. Сохранить, закрыть. Обновимся. Потихонечку мы с вами все настраиваем. Вот главное слово, видите, исчезло. Дальше. Переходим в DJ каталог категории. Давайте для Canon, для Sony. Логотипы разного, конечно, размера. Но чтобы просто понимать, как это вообще может выглядеть. С компьютера выбираю логотип Canon. Сохранить, закрыть. И в Sony также добавлю изображение. Сохранить, закрыть. Посмотрим. Здесь тоже, конечно, можно красиво сделать. Ну, вот опять, видите, размер маленький. Размер вот именно расположения. Это можно настроить в настройках. Позже с вами разберемся. То есть можно очень красиво ввести вот так вот брендами категории. В этом уроке я хотел немножко побольше поговорить про меню. То есть вот сюда дальше создавать пункты меню. Здесь, на самом деле, много еще чего нужно настроить, да. Как я уже говорил, размер фотографий, сколько колонок вы хотите. Ну, я бы по две, наверное, оставил. По две в ряд. Вот как сейчас они есть. Ну, можно увеличить фотографии, да, чтобы они красиво смотрелись, потому что по бокам большие пробелы. Я вам точно скажу, здесь это все гибко настраивается. В этом уроке все-таки давайте с меню разберемся. То есть я хочу научить вас делать вот такие ряды. То есть, например, мы будем считать, что наш каталог очень, так сказать, не тематический. То есть не только вот фото, да. У нас и фото, и видео, и всякие аксессуары и так далее. Будем считать так. Так, поэтому мы с вами создаем еще один пункт меню. Нажимаем создать. Название фото. Ну, я назову так, фото-видео. Смотрите, здесь нужно понять, будет главная страница ввести куда-то на страницу. То есть вот сюда вот добавится сейчас фото-видео. Я предлагаю сделать ее просто при наведении, чтобы всплывали колонки уже с реальными менюшками. А сам пункт меню фото-видео никуда не вел. Если нужно, чтобы пункт сам корневой никуда не вел, мы с вами выбираем здесь системные ссылки. И выбираем здесь либо разделитель, либо заголовок. Давайте попробуем заголовок. Нажимаем сохранить. Пойдем на сайт, обновимся. Появляется, вы видите, фото-видео. Кликаю, вы видите, никуда это не ведет. То, что и нужно. Теперь нам нужно сделать колонки. Нажимаем с вами сохранить и создать. Первый будет фотоаппараты. Здесь в данном случае я выбираю системные ссылки. Я выбираю разделитель. Пункт меню родительский элемент. Выбираю фото-видео. Сохранить и создать. Аналогично создаем видеокамеры. Я, конечно, не буду добавлять там категории под видеокамеры, товары. Это просто, чтобы вы научились создавать такого рода меню. Выбрать системные ссылки, разделитель. Также корневой родитель, фото-видео. Сохранить и создать. Ну и для примера третий аксессуары. Аксессуары. Выбрать. Системные ссылки. Разделитель. Выбираем фото-видео. Сохранить, закрыть. Если сейчас мы обновим страницу, пойдем на сайт, то мы с вами получили простое всплывающее меню. Возможно, вам такое меню тоже будет нужно в каких-то пунктах меню. Поэтому вы об этом знаете. Сейчас вы видите, как я это сделал. В данном случае такого рода меню никуда не ведут. То есть в данном случае я вам просто показываю, как подпункты здесь работают. Просто делаем родители, и они уже у нас во всплывающем менюшке появляются. Видеокамеры аксессуары. Также я сейчас переименую все большой буквой. Видеокамеры. На вкладке опции DJ Mega Menu. Вот здесь есть такой пункт. Начать новый столбец. Точка разрыва ставим «Да». А ниже выбираем ширину столбца. Здесь уже на ваше усмотрение 200 вроде мало пикселей по ширине. Сейчас поймете, о чем речь. Поставлю 230. Сохранить, закрыть. Соответственно, видеокамеры, да. Еще раз вам покажу, чтобы вы не запутались. Вот здесь не забываем выбрать. Везде у нас идет родительский элемент. Фото, видео. И аксессуары. Здесь также на вкладке DJ Mega Menu. Не забываем включить положение «Да». Начать новый столбец. И 230, наверное. Сделаем ширину столбца. Сохранить, закрыть. Вот вы видите. Вот эти вот прочерки, да. Говорят о том, что родители у него фото, видео. На этом уровне. Пойду на главную. Обновлюсь. Навожу мышь фото, видео. Уже получили мы с вами три колонки. Только фотоаппараты у нас. Колоночка уже. Здесь побольше. Да, сделали все заглавными. Здесь, видите, у нас все маленькими буквами. Это уже в настройках шаблона. Рассмотрим также позже. У нас уже получается с вами разбить на колонки. Давайте попробуем еще раз зайти в фотоаппараты. Здесь тогда мы тоже. Я не знаю, получится сделать 230 ширину без включения столбца. Потому что здесь столбец не нужен. Он уже по умолчанию у нас есть. Первый. Да, это работает. Этот столбец теперь тоже 230. Здесь уже вы смотрите, да. По названиям. Вот этим вот. По длине названий. И уже определить ширину колонки. Вот каждой колонки. 230 у нас теперь. Ну и теперь смотрите, фотоаппараты. У нас идут Canon, Sony, Nikon и так далее. Аксессуары, видеокамеры. Соответственно, по аналогии вы уже заполняете. Или это ваши какие-то там товары. Соответственно, по аналогии заполняете. Потом, вот видеокамеры должны идти следом. Аксессуары следом. Как это делается? Да, у нас там не по порядку. Вот здесь вот есть такая иконочка. Мы просто видеокамеры переместим вот так вот выше. То есть это слишком я переместил. Вот так. Чтобы фотокамеры, видеокамеры, аксессуары. То есть вот таким образом обновляемся. Все. Теперь по порядку. Теперь мы с вами создаем уже модели Canon. Создаю Canon. Выбираем тип пункта DJ каталог. Здесь уже на ваше усмотрение. Здесь выбор особо невелик. Эти пункты нам пока не относятся. Я выбираю список товаров. Но только я выбираю здесь именно Canon. И производитель тоже Canon. Родительский элемент. Вот здесь внимательно. Фото, видео. Именно фото, видео. Не вот эти пункты наши. Фото, видео. Сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. У нас конечно же встает не там где надо. Аксессуары. Правится просто. Здесь Canon. Перетаскиваем просто под фотоаппараты. Вот таким образом. То есть смотрите. Что потом вот так. Если не хотите вы заниматься вот этим перемещением. Если представьте у вас будет там. Я не знаю. Десятки наименований. То сначала делаем хитро. Мы создаем фотоаппараты. И просто накидываем все категории. Которые относятся к фотоаппаратам. То есть вот как сейчас я создал Canon. Мы сначала их создаем. Они по умолчанию будут в первой колонке. Потом мы делаем вторую колонку. И туда накидываем пункты меню по видеокамерам. И так далее. Тогда у вас не будет дополнительной вот этой работы. Вот смотрим. Canon поместился прямо под фотоаппараты. Если кликнем на Canon. Соответственно вот эта информация у нас идет из категории. Это все можем мы потом скрыть в настройках. Если нам не нужно чтобы это здесь выводилось. Соответственно также здесь идет фильтр. И только идут Canon фотоаппараты. Здесь также фильтр есть. И отсюда же прямо отсюда можно пойти дальше по другим категориям. Потом в каждом пункте меню это можно отдельно скрыть. То есть открыть фильтр например. Чтобы только выводился список товаров Canon. То есть здесь все очень гибко можно на самом деле настроить. Давайте посмотрим далее. Создаем. Даже можно сделать зайти в Canon и создать копию. Чтобы это было побыстрее. Мы это включаем. Порядок. Оставляем пока как есть. Здесь то есть все оставляем. Альяс вычищаем. Потому что мы создали копию. Теперь у нас пойдет например Sony. Здесь мы выбираем Sony. И здесь Sony. И соответственно здесь. Я ставлю. Sony. Сохранимся. Идем на сайт. Давайте на главную перейдем. Посмотрим. Вот Sony поместилась ниже. Опять же. Вы видите у нас тут абсолютный беспредел. Нету даже заглавной буквы. Это все настройки шаблона. Настроим позже. Чтобы эти были заглавные. Обязательно. А здесь у нас все было к апслогам по идее. В настройках попробуем тоже исправить. То есть видите у нас вот эти категории. Они никуда не ведут. Это просто фотоаппараты. И пошли фотоаппараты. Теперь вы поняли. Что я хотел до вас донести. То есть соответственно Sony. Только Sony отображается. Вот он один аппарат. Дальше показывать смысл я не вижу. То есть остальные категории вы наполняете таким же образом. Если вы хотите чтобы новые добавленные категории добавлять в ваши другие колонки. Вы просто их перетаскиваете мышкой. Вот за эту иконочку под нужный раздел. Вот у нас видеокамера, аксессуары. Также в этом уроке хотел сказать несколько слов по визуализации. Что можно сделать еще с этим меню. Например вот вы видите я подставил иконочку. Можно к пунктам подставлять иконки. Как это делается. То есть вот я в главном нахожусь. На вкладке опции DJ Mega Menu. И вот здесь вот есть в принципе все на русском написано. Вот сюда иконка подставлять. То есть прямо из примера как иконка берется. Вот так вот. Это главное то есть домик. А вот это переменная отвечает за размер. Если так же подставить иконка будет гораздо больше. Причем если двойку меняет на четверку иконка будет еще больше. Нам это не подходит. И как взять иконки другие. Где посмотреть. Здесь прямо есть ссылки. На специальный сервис шрифтовых иконок. Мы кликаем по этой ссылке. Нас перебрасывает на специальный сервис. Где мы ищем с вами подходящую иконку. Давайте для примера. Вот на главной есть. Фото и видео. То есть можно найти для фото и видео иконку. Выбор большой. Чтобы быстрее сориентироваться. Есть поиск. Но поиск будет работать только если будете писать на английском языке. Элементарно. Написать просто фото. Да. Он как-то странно. Тут мне показывает фото. Фото я здесь не вижу. А если напишем видео. А вот здесь уже поинтереснее. Фото и видео. У нас и фото и видео. Не знаю какую иконку выбрать. Например просто видео. Кликаем по иконке видео. И над иконкой вот здесь вот неприметно. Нам нужно просто скопировать вот так вот. Именно только слово фа. Скопировать не получается. Я скопировал всю строчку. Чтобы вот с блокнота вот так взять. Вот фа видео. Только вот эта переменная нам нужна из всей этой конструкции кода. Возвращаемся в меню. Зайду сейчас в фото видео. Перейду в опции меню. Иконка меню. Попробуем давайте поставить фа видео. Возможно не сработает. Сейчас проверим это. Обновляем страницу. Иконку не видно. Здесь несколько иначе она ставится. Вот если в примере посмотреть. То еще подставляется дополнительная вот этот фа. И пробел. Вот так вот. Если как в примере сделаем. Сохранить. Обновимся. Иконка не отобразилась. Возможно это связано с тем, что недавно обновился сервис. Вот этот фонд Everson. Он обновился. Не все иконки у вас работают. Так что не думайте, что вы делаете все не так. Потому что вот я вставил сейчас Fafy YouTube тоже. И вот иконка появилась. И причем она здесь выглядит вот просто как Play. А на сайте она у меня как значок YouTube. Скорее всего. То есть этот сам шаблон. Давно. То есть обновить надо ему. Обновиться. Как я так полагаю. Так что если какие-то иконки не работают. Пробуйте. Ищите другие иконки в этом же сервисе. Вот. И обязательно она ставится вот так вот. Видите. фа-фа. То есть если она вам выдается вот в таком виде. То есть нам надо взять только вот код иконки. И подставить еще F-A. Тогда она будет работать. Ну. Можно еще попробовать взять bootstrap иконки. Вот у нас 140 их. Если вы не найдете FondEvison подходящие иконки. Возможно вам подойдут иконки из bootstrap. То есть это еще один сервис иконок. Возможно здесь будут нормальные иконки. Мне даже самому интересно. Встанет ли иконка сразу без проблем. Тут сразу видите идет название иконки. То есть вот например иконка видео. Мы ее всю копируем как есть. И попробуем вставить в поле иконка. Обновим сайт. И вы видите иконочка видео встает. То есть возможно вам больше подойдет именно сервис вот этого bootstrap. Очень круто и стильно выглядят основные пункты меню. Если у них есть подзаголовок. Вот например видите здесь вот так же опция. DJ Mega меню, фото, видео, пункт меню. Вот здесь вот подзаголовок например цифровая техника. Сохраняемся и выглядит смотрите довольно таки интересно. Видите мелким текстом подписывается еще цифровая техника. То есть пункт меню выглядит более так солидно. Я бы советовал наверное каждый глобальный пункт пометить подзаголовком. Но только помните если какой-то пункт будет без подзаголовка. То видите здесь черточка при наведении она чуть выше чем вот здесь. Вот так вот видите да. То у главной страницы тоже надо будет сделать какой-то подзаголовок. Например у главной страницы можно написать название вашей магазина. То есть именно тайтл магазина. Вот здесь прописать если вы не знаете что подписать под главный. Здесь еще о многом можно о чем поговорить по поводу меню. Но я полагаю основы вы получили. То есть именно как на колонки разбивать. Нам это очень важно знать потому что обычно каталог имеет большой уровень вложенности. Или магазин. Как его выводить. Иконки добавлять. Как делать просто под пункты меню. И это еще не все. У нас будут уроки о том как выбрать мобильное меню. На каком уровне его выбирать. Иконку вывести сюда. Например вот такую вот если нужно да. С дополнительными здесь кнопками телефонами. Или эта иконка чтобы появлялась только при мобильной версии. То есть по идее вот это вот это мобильное меню. Оно должно появляться только на мобилке. Но можно сделать и на компьютерной версии. То есть об этом тоже будем говорить. Возможно в следующем уроке. Не будем затягивать урок слишком долго. Поэтому на этом мы с вами ставим паузу. И продолжим настраивать наш будущий каталог в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»